Сарафитский дискурс в трудах татарских богословов начала XX века. Тема, на самом деле, конечно, неблагодарная, провокационная, но проблема именно, наверное, даже не в слове дискурса, а проблема в слове сарафизом. И все равно, рано или поздно, все-таки нужно за этот термин браться, нужно людям объяснять, что это такое, чтобы среди самих мусульман было правильное взаимопонимание. Значит, если мы заглянем в известные современные справочники, один из таких очень авторитетных справочников принадлежит Гордону Ньюби, на русский язык переведено. Он следующее пишет. Ас-Саляфия – термин, относящийся к мусульманским религиозным деятелям, которые в разные периоды истории ислама призывали соблюдать образ жизни ранних поколений мусульман, праведных предков. В первую очередь к праведным предкам относились представители трех первых поколений мусульман, чья роль в формировании ислама сделала их образцом для всех последующих поколений. В этом смысле термин саляфия, саляфизм использовался Джамал-Адином Аль-Афгани и Мухаммадом Абдо в их реформаторском движении, которое стремилось примирить социальные условия начала XX века и строгие требования исламских фундаменталистов. В настоящее время термин применяется из смысла обновления, реформы и при этом подразумевает пересмотр фундаментальных уст ислама и в прямо противоположном смысле как синоним понятия «усулия» – фундаментализм. Другой современный, тоже очень известный востоковед, политолог Владимир Наумкин, следующий говорит, «саляфия или саляфизм с точки зрения Наумкина должен употребляться как общий термин для обозначения всех фундаменталистских течений в исламе. Естественно, что в рамках саляфизма могут существовать другие дропные деления, выделяться те или иные оппозиции – джихадистские, не джихадистские, консервативные, обновленческие и тому подобное». Находим уже у современного египетского автора, которого зовут Мухаммад Имара, очень известный, плодовитый автор. Он справедливо замечает, что существуют разные типы саляфизма в исламской мысли и в наследии. Все саляфиты обращаются для понимания религии, Корана и Сунии, однако некоторые из них останавливаются на буквальном смысле сакральных текстов, другие используют для понимания разума и, в свою очередь, тоже делятся на тех, кто использует истолкование токвиль чрезмерно, тех, кто использует его умеренным образом и тех, кто прибегает к нему минимально. С этой точки зрения, поэтому среди саляфитов или приверженцев саляфитской мысли наблюдаются и сторонники исследования авторитетом, токлит, с одной стороны, и сторонники тачдида, обновления, которые обращаются к истокам с целью вдохновения для ичтихада в вопросах современности. Опять он замечает, Эмара, к разновидности последователей рационального саляфизма, то есть вот есть такое именно направление, или обновленческого саляфизма, то есть тем, кто использует инструменты умозаключений и анализа работы над смыслами из Корана и Суны, относятся такие известные мыслители, как Мухаммад Абду и Джамальдин Аль-Афгани. Значит, другое направление, которое вот этот же автор называет уже буквальным саляфизмом, мы находим принципы вот этого подхода у такого средневекового ученого Ибнер Кайм Аль-Джаузия. Он пишет, что в чем заключаются постулаты его школы, которые современный египетский ученый Мухаммад Аймара считает как раз буквально саляфизмским подходом. Сами тексты, то есть Коран и Суны, это первый постулат. Второе – правовые решения сподвижников. Третье – в случае разногласий сподвижников по проблеме выбор мнения близкого к текстам, Нусус. Четвертое – использование слабых хадисов, типа Мурсаль и Дааиф. И пятое – обращение к суждению по аналогии к ИАС при крайней необходимости, то есть при невозможности использования предыдущих принципов. Другой египетский автор бывшей муфти Египта Али-Джума считает, что термин саляфии неправильно был понят и что им многие злоупотребляли. В частности, комментируя современное состояние мусульманской умы, он говорит, что появились мусульмане, которые считают себя единственными наследниками праведных предшественников саляф и, соответственно, только себя саляфитами. В действительности оказывается, что их понимание термина ограничивается группой второстепенных неоднозначных вопросов веры и практики ислама, в которых они видят только одно единственное правильное решение. То есть вот эти дефиниции, определения термина саляфизм, они разнятся от страны, от региона, от времени, от эпохи. То есть когда мы говорим саляфит, не всегда мы понимаем последователя определенной какой-то исламской мысли. То есть внутри саляфизма могут быть разные понимания. И с точки зрения ученых и исламоведов тоже нет единого мнения, что же такое саляфизм. Если мы прибегаем к мнению шейха Али Джума, в своей небольшой апологетической работе выделяется 17 показательных вопросов, которыми характеризуются современные саляфиты. Имеется в виду именно те саляфиты, которые отличаются буквалистским подходом. Среди них приписывание Всевышнему Аллаху места в пространстве, нападки на ашаритов и мутредитов, отрицание масхабов и токлида, издание фетв без наличия компетенции на это, абсолютное или расширенное понимание феномена нововведения, бидвад, запрещение Тавасуля посредством пророка, считая его проявлением многобожия, запрещение молитвы в мечетях, в которых находятся мавзолеи, призывы к их обязательному разрушению, запрещение празднования дня рождения пророка, запрет на путешествие с целью посещения пророка, и вообще могил пророков и святых, и такой мелкий элемент, но тоже как маркер, отрицание четок Тазбих, как запрет на нововведение, и другие подобные вопросы. Другой известный современный богослов из Сирии, Мухаммад Саид Рамадан Альбуты, покойный, в прошлом году, как раз в этом месяце, был убит в Сирии, выделял лишь три самых главных, с его точки зрения, вопроса разногласий между традиционными мусульманами, обычными суннитами, и так называемыми саляфитами. Причем он не приемлет такое самоназвание, объявляя его неприемлемым нововведением. Это, значит, следующие три вопроса. Вопрос атрибутов Аллаха, возможности трактовки информативных атрибутов, то, что в исламе называется ассифат аль-хабария. Затем проблема оценки деяний, как нововведение бедват, и, наконец, отношение к суфизму. То есть вот эти три главных маркера, которые разделяют между современными саляфитами и обычными суннитами-мусульманами. Таким образом, он просто обобщает моменты, детально выделенные бывшим египетским муфтием. И теперь мы переходим уже к нашим татарским ученым. Здесь много примеров я приводить не буду. Значит, у нас есть такой журнал, Дин Уа Адап, и мы нашли такую интересную статью в одном из номеров, точнее, в двух номерах 1916 года, в которой как раз поднимаются вопросы, и где вот как раз проявляется дискурс, саляфитский дискурс. Имеется в виду элементы саляфитской идеологии, элементы саляфитского подхода, имеется в виду возвращаться к Корану, сунни, да. Притом, саляфитский подход, как я уже говорю, понимается неоднозначно, да. Не обязательно это должно пониматься как негативно. Значит, дореволюционный татарский богослов ученик Шахбуддина Маджани Шахар Шараф. Вот именно он автор статьи. Есть, конечно, другие примеры, но это самый такой яркий пример. Поднимает животрепещущий для современников вопрос. Есть ли среди них настоящие сунниты, то есть последователи традиций пророка Ахли Сунна Вальджама? Статья так и называется. Безда Ахли Суннат Барма. Понятно, что многие мусульмане, как и сегодня, в то время, в особенности сторонники лагеря Кадимов, это не его слова, это пока мои слова, да, считали себя представителями Ахли Сунна, являясь последователями матуридизма или ашаризма в вопросах Акиды, ханафитского или другого суннитского масхаба. Шахар Шараф понимает этот вопрос с позиции саляфизма и приходит к мнению, на примере совершения намаза, что татары-мусульмане таковыми не имеют права являться. То есть делает на это намек. Понятно, что он говорит, что наш народ, значит, искренне верит в Аллаха, искренне мусульмане, но не всё они понимают. Здесь проявляется, во-первых, следующий элемент саляфитского дискурса, это отрицание следования одному из четырёх масхабов. Во-вторых, призыв тальфику, тальфик тоже термин из фикха, означает смешивание между нормами разных правовых масхабов фикха. В-третьих, обращение напрямую к тексту хадисов, минуя корпус правовой литературы, то есть наследие масхабов. По мнению шарафа, мусульманин, называющий себя суннитом, должен практиковать все сунны пророка, то есть не различая между выбором для определённой сунны определённым масхабам. Он полагает, что есть много разных традиций пророка в области социальных, этических, мировоззренческих и практических религиозных норм, которые не исполняются его современниками. На примере вопросов, связанных с намазом, он перечисляет недостатки с его точки зрения наших мусульман. То есть вот на эти моменты сейчас обратите внимание, это то же самое, что сегодня происходит. То же самое. Он не одобряет обычаи татар-мусульман делать намерение, неят, на молитву словами на татарском или арабском языках, считает это противоречием сунне. То есть то, что обычно принято у татар, словами произносить или имам, когда произносит, например, перед праздничной молитвой или перед джуманамаз. Это считается с точки зрения некоторых учёных, в том числе шарафа, противоречием сунне. Он также осуждает, что мусульмане не совершают во время молитвы поднимания рук в переходах из позиции в другую. То есть это имеется в виду тагбират-энтихалия, то есть когда из одного цикла или к другому циклу переходит, из одной позиции в другую позицию переходит человек, который читает намаз, у ханафитов не принято поднимать руки. Вот здесь он предлагает эту сунну всё-таки иногда выполнять нашим ханафитам-мусульманам. Не читает суру аль-фатиха, совершая молитву за имамом. Тоже им он осуждает. Известное мнение у ханафитов обычно, когда за имамом читают намаз, то у фатиха не читается. Здесь он, в пример, приводит практику Маржани, который про себя читал эту суру даже за имамом, что даёт нам право утверждать, что этот известный учёный в вопросах фикха допускал отход от общепринятой традиции в ханафитском асхабе. Таких примеров мы найдём немало в рассказах его учеников в сборнике 1915 года. Маржани в вопросах фикха был более либеральный, чем в вопросах акыды. Шараф также предлагает иногда перед фардом намаза Зухар читать не 4 раката, а 2 раката. Также он призывает иногда делать Зикар после намаза не по 33 раза, а 25 раз или 10 раз. Вот эти аль-хамду лля сухханала, да, Аллах айбар, что также соответствует Суни. Таравих также не обязательно всё время читать по 20 ракатов. Ближе к Суни совершать 8 ракатов. Сегодня мы опять эти споры имеем. Кстати, он предлагает делать это во время коротких ночей, когда месяц поста, рамазан, приходится на летнее время. Это то, что сейчас мы будем сталкиваться с этим. Витр иногда нужно читать в количестве одного ракаата, а иногда по порядку 2 плюс 1, то есть с двумя салямами. Это тоже принято в других масхабах, но он считает, что мы, ханафиты, тоже должны это делать иногда. Затем осуждается постоянное чтение суннат намазов, нафель намаз или суннат намаз мечети. По Суни лучше делать это дома. Ещё предлагается иногда совершать икомат, или комат, второй призыв на молитву, по одному разу повторять фразы, имеется в виду, видимо, как в шифийском асхабе. Но он считает, что такую сунну мы тоже должны татары выполнять. Конечно, также предлагается читать разные варианты молитв внутри намаза. Это когда субханака, например, во время судюда, саджда, во время руку, во время ташахуда. То есть есть разные варианты, на самом деле, в хадисах. И вот он предлагает все эти варианты использовать. Расположение рук во время стояния намази по Суни может быть на груди и ниже пупка. То есть опять здесь идёт, он не различает между масхабами, он говорит и так сунна, и так сунна. И мусульмане, пусть даже они ханафиты, они должны и так, и так делать. Амин после Аль-Фатихи нужно произносить вслух. То есть опять вот, я вот это зачем перечислил, чтобы показать, что те вопросы, которые до революции поднимались, и поднимались среди опять вот этих людей, которых мы называем духовными лидерами, сегодня опять это 90-е годы, 2000-е, опять мы тоже через это прошли и проходим. Другой показательный пример саляфитского дискурса можно обнаружить в трудах Резаиддина Фахреддина. Напоминаю, что Резаиддин Фахреддин не был саляфитом в современном понимании этого термина. Он следовал методологии египетского реформатора Мухаммада Абду. То есть он был приверженцем рационального или осмысленного саляфизма. Хотя это не исключает, что некоторые моменты напоминают саляфитский дискурс в обычном понимании. С другой стороны, есть видительства, указывающие на мнение Фахреддина, противоречащие пониманию саляфитов-буквалистов. То есть достаточно вспомнить некоторые моменты, которые он описал в книге «Религиозные и социальные проблемы» или в его известном толковании на Джаван-Муль-Калим. Например, по поводу бороды у Фахреддина не было мнения, что человек должен опускать бороду для того, чтобы отличаться от немусульман. То есть он говорил, что сегодня, если человек, понятно, что он до революции это писал, если человек будет опускать бороду, он всё равно будет на кого-то похож, а на кого-то не похож из представителей других религий. И с этой точки зрения борода потеряла смысл. Это мнение Фахреддина. Также вопрос женщины в мечети, например. Тоже Фахреддин призывал, чтобы вот эти запреты, когда женщинам запрещали приходить в мечеть, запреты, которые появились даже во времена не самого пророка, а позднее, когда ещё Айша, например, рода Аллаху, была жива, то есть тогда мусульмане начали запрещать женщинам ходить в мечети. Вот Фахреддин призывал, что на данном этапе, значит, перед революцией, таких запретов не должно быть. Женщины, наоборот, должны ходить в мечеть. Или его вопрос по хадису Алифтирак, то есть хадис, про который в прошлом году я вам рассказывал здесь, хадис по поводу раскола мусульманской умы. Известно, что саляфиты практически всех признают этот хадис. Ну, многие, особенно буквалисты, да, признают этот хадис, говорят, что вот мусульмане должны разделиться, и спасённые группы, это вот они саляфиты, например, да. Ризаддин Фахреддин, я уже, по-моему, здесь говорил, он этот хадис отрицал. То есть он говорил, что такой хадис пророк Мухаммад, саллиллаху алейхи салям, сказать не мог такого хадиса. По каким причинам, я уже тоже это объяснял, и у меня в статье, которые вот сейчас сборник раздали, там уже это есть. И всего два маленьких момента тоже. Приведём некоторые примеры из труда религиозные и социальные проблемы, которые вот могут указывать вот на этот саляфитский дискурс. И опять правильно поймите, что от этого Фахреддин саляфитом в негативном смысле не становится. Значит, в области Акады, например, известный татарский ахунт-муфтий в одном месте упоминает термин «Ат-таухид аль-улюхия» и объясняет его так, как это делают саляфитские авторы. То есть это вот как раз в религиозных и социальных проблемах. Дени, уаишси, Мари, Мас-Аляляр. Там есть это. Таухид аль-улюхии, напоминаю, этот термин был введён ибн-таймией. Ибн-таймией является авторитетом всех саляфитов, и буквалистов, и рациональных саляфитов, и, может быть, ещё каких-то для других мусульман тоже является авторитетом. Именно он первый, кто вводит это понятие. Таухид аль-улюхии, таухид аль-рубубия, таухид асмавас ифат. Вот эти таухиды у нас до недавнего времени во многих мадресе преподавалось так, потому что книги были из Саудовской Аравии в основном. Люди должны знать, что эта традиция пошла откуда? От ибн-таймия, XIV век, по нашему летоисчислению. И когда мусульманин делит, таухид классифицирует на эти три понятия, таухид аль-улюхии, таухид асмавас ифат, это деление, принятое у саляфитов, не у традиционных мусульман. Вот что интересно, Фахреддин, видимо, находясь под влиянием, конечно, Мухаммада Абдо, то есть вот он цитирует или объясняет таухид аль-улюхии так же, как саляфиты. И другой, да, и еще один пример, опять с четками связанный, да, опять тоже в Денива Иштимаи, он пишет в одном месте, считает, что четкий тазбих является беда ад. При этом он даже там пишет, что есть трактат ас-суют, и суют очень крупный средневековый ученый. У него есть целый трактат, где автор доказывает допустимость использования тазбиха. У нас сегодня даже есть некоторые современные саляфитские ученые, как Усаймин, например, да, уже покойный тоже, один из редких, значит, ученых, опять из современных саляфитов-буквалистов, которые сказали, что все-таки есть, значит, ревояты, предания, где все-таки пророк, значит, точнее не пророк, а сподвижники пользовались четками. И поэтому, в принципе, разрешают это делать. Но вот Фахредин считал, что четки, оказывается, это является нововведением. И, значит, есть еще другие такие моменты, не только у Резидина Фахредина, да, которые, то, что мы называем саляфитским дискурсом. Саляфитский дискурс, еще раз повторяю, не означает, что человек обязательно должен быть саляфитом в негативном понимании, как мы этот термин понимаем, имеется в виду обычные люди. Мы должны все-таки пересмотреть все вот эти понятия, как ученые на это смотрели. Когда мы говорим саляфит, не обязательно человек должен быть, например, ваххабит или еще кто-то, да, именно в негативном смысле. Когда мы говорим, что у Фахредина есть элементы саляфизма, это не значит, что он был саляфитом или ваххабитом, или еще представителем какой-то другой мысли. У него был свой подход, но в основном он опирался на мнение Мухаммада Абдо, то есть он последователь не, допустим, не саудовских ученых, а последователь египетских реформаторов. Значит, к чему, зачем эта вся тема? Я уже сказал, что для того, чтобы все-таки было взаимопонимание среди мусульман, да, и потому что именно из-за вот этих ярлыков, терминов, сегодня мы начинаем опять делиться, друг друга ругать. Если это останется так же, как было во времена дореволюции, то есть вот так же, как Шараф, да, Шахар писал и так далее, и никто друг друга не убивал. Да, были споры, писали, да, то есть это нормальные ситуации, дебаты, споры, как уже здесь говорилось раньше, да, но никто на друг друга не нападал. Да, были моменты, связанные с такфиром, то есть друг друга обвиняли, там, Кадима и Джадиды, то есть такой был, но никто никого не убивал. По крайней мере, до революции никаких таких проблем не было, то есть уживались вместе все татары, несмотря на разные точки зрения. И рано или поздно мы сегодня тоже к этому должны прийти, не к тому, чтобы кого-то ограничивать, дать возможность каждому иметь свою точку зрения, но с условием, чтобы это не вредило обществу. То есть вот недавно только мы ездили в Марокко, там официально, значит, со стороны аналога духовного управления, тоже там объявлено, что у них один малекитский масхаб, это один из суницких, акида ашарицкая и суницкий суфизм. Все. Если кто-то по-другому что-то там хочет сделать, там это не дают. И, значит, когда я спросил, задал там вопрос, если, говорю, человек саляфит, например, ваххабит придет в намаз, захочет намаз прочитать, они говорят, пусть читают дома. То есть у них, они столкнулись с проблемой, то есть предыдущие муфти у них, оказывается, разрешил все, и Хизбут-Тахрир, и ваххабитов, и все-все-все разрешил, и начались проблемы. Взрывы дошло, 40 жертв там было у них, то есть взорвали там что-то. И они пошли по-другому теперь, по-другому пути, то есть ограничили. Они сказали, что можете думать, как хотите, но на практике, на практике вы должны вести себя так, как все остальные мусульмане. То есть в этом какой-то, конечно, хикмат есть, да, мудрость в этом тоже есть. Но здесь наша точка как бы со стороны ученого, значит, круга, да, людей. Мы считаем, что вот если будет то же самое, как, допустим, до революции среди татар, тоже вот писали, как хотели, да, то есть думали, как хотели, писали, но это не приводило к конфликтам. То есть мы возвращаемся, вот то, что я сейчас говорил, мы возвращаемся к наследию наших же татарских богословов. У них были разные точки зрения, даже у моржани. То есть не всегда, не всегда на 100% человек следовал маскам. То есть есть понятие масляхат, то есть как выгодно, как удобно, как, значит, если это необходимо, то мы должны быть гибкими вот в этих вопросах. Молодежь все равно, как уже здесь сказали, мир стал очень открытый, прозрачный, да, мы не сможем их ограничить, вот как раньше, раньше можно было, сейчас мы не сможем. Они уже все равно, если мы даже запретим, они все равно, как запретный плод сладок, они все равно будут это искать, находить, читать. Сейчас нам нужно вот более-менее умеренных, с ними как бы подружиться, спокойно к этому относиться, и чтобы они потом к нам тоже нормально относились, и все-таки поняли, что не только они правильные, но и мы тоже можем быть правильными. То есть вот так, если посмотреть на проблему с этой точки зрения, значит, здесь, да, муфти, конечно, может, так как с точки зрения шариата правитель мусульман, он может объявить, что здесь ради масляхата, то есть ради, опять, выгоды, интересов, ради, в интересах мусульманской умы, во всех наших приходах, махаля, мы соблюдаем, значит, масхаб Абуханифы. Значит, есть еще такая проблема, что наши салиофиты, наши вот эта молодежь, которая под влиянием салиофизма находится, они плохо знают своих же салиофитских ученых, и не следует им оказываться. Вот есть такой Албаний, значит, покойный, из-за него, конечно, много фитны было, вот эта книга, многие молодежь по этой книге намаз читают, у него есть описание молитвы пророка. И оказывается, что этот человек говорит? Есть хадис пророка Мухаммада, где говорится, «Джуалил имаму ли утамма бихи» «Имам для того, чтобы за ним следовать». И вот он говорил, значит, Албании, если имам, например, я уже это, условно, грубо перевожу, да, если имам руки не поднимает, я тоже не должен поднимать руки, если имам не говорит, амин, громко, я тоже не говорю амин, громко, да. Если, значит, даже с моей точки зрения, Албания говорит, с точки зрения нас, салиофитов, это неправильно, это неправильное мнение, да, но так как я за имамом намаз читаю, я должен делать так, как делает имам, потому что вот этот хадис, который я сказал, очень сильный, и он призывает к тому, чтобы, видимо, люди делали так, как имам, чтобы они не разъединялись, чтобы все читали намаз одинаково, там дома он как хочет, может читать, да, вот мечеть пришел, все должны быть, как, значит, единое строение, да, все должны одинаково, гармонично, синхронно, да, то есть должны делать то же самое, что все остальные делают. То есть сам салиофитский ученый своим последователям, салиофитам, это говорит, а они удивляются. Сейчас, к сожалению, сейчас опять молодежь начинает, нет, наш Албания не мог такое сказать, да, нет, Усаймин не мог так сказать. Надо вот эти все все-таки, вот эти источники сейчас поднять, показать, чтобы вот этот градус напряженности сбавить, да. Если они хорошо своих же ученых поймут, то, в принципе, имеется в виду, конечно, умеренные, умеренные ученые, там есть и крайние, мы сейчас только про умеренных говорим. Если они правильно своих ученых поймут, будут за ними следовать, то мы бы избежали бы и будем избегать много проблем. Ну, моя точка зрения такая. Сейчас сложилась так ситуация, что наши молодежь одну-две книжки где-то прочитали, где-то посмотрели в интернете и так далее. Полностью мнение своих же ученых они не знают. Своих не знают и ведут себя беспорядочно. Один так, другой так. Один так намаз читает, другой по-другому. Один на что-то нападает, другой не нападает. То есть ситуация почти критическая, но вот сейчас современным имамам тоже нужно быть, особенно молодым, нужно быть подготовленным и знать, что такое садофизм, потому что по-другому мы не сможем с ними разговаривать. Если я к ним приду и скажу, сказал Абу Ханифа, они убегают от меня. Я скажу, сказал Матуриди, ветер, сразу исчезли. А когда я говорю, сказал Ибн Таймия, или говорю, сказал Пророк, сказал Аллах, они начинают меня слушать. А я им говорю то же самое, что сказал Абу Ханифа. Потом они успокаиваются. То есть они понимают, Абу Ханифа же тоже оказывается на Коран, Исуна опирался. То есть это нужно мудро делать, спокойно, мягко, потому что они действительно юношеский максимализм. и вообще вот это состояние в обществе, в оппозиции все время хотят, не хотят, как все. Надо как-то все-таки не жестко к ним, а нужно повернуться к ним по-настоящему, по-исламски. То есть относимся к ним как к братьям-мусульманам, понимаем, что они больные, братья-мусульмане, заблудшие, но пытаемся их вылечить, вытащить. То есть вот это имелось в виду. Моя точка зрения, если сейчас мы будем ограничивать их, даже вот этих простых, которые никого убивать не собираются, то рано или поздно они перейдут в другой лагерь или будут изолироваться, и у нас потом больше проблем будет. Спасибо.